Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Костя, и мы летим в Америку! Когда ты представляешь себе город Нью-Йорк, у тебя сразу же какие-то флешбеки из детства, из Новый Год, там, День Рождения, вот, когда мы все собирали с семьёй, смотрели фильмы. Ну, что я вам рассказываю? Сами понимаете, о чём я говорю. Музыка, кино, искусство, какие-то передачи, игры. Тут же, я не знаю, GTA, и для меня Америка, по большей части, как такая одна большая достопримечательность, погулять по тем же улицам, посмотреть на машины, на людей. В общем, это моя с детства недостижимая мечта. Буду с вами честен и скажу сразу то, что этот ролик не про Америку. Этот ролик будет лёгкий влог о том, как мы добирались до США, о нашем маршруте, какие были проблемы, какие хорошие моменты, что мы ели, где мы были, какие-то наши эмоции, переживания. В общем, усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, аппетита, здоровья. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, написать своё мнение в комментариях, подписаться на мой Телеграм, Инстаграм и Инстаграм Манижи. Сегодня будет много интересных мест, людей, ситуаций. Погнали! Перед этим мы успешно получили визы в Индонезии. О том, как у нас это вышло, я уже рассказывал в своём Телеграме, Инстаграме и на стриме в Ютубе. И тут перед нами стал вопрос, как добраться до Америки. А так как шенгенской визы у нас нет, у нас было всего два адекватных маршрута. Первый маршрут был таким. Мы из Душанбе едем на автобусе 10 часов по перевалам до Ташкента, и оттуда уже прямой рейс 13 часов до Нью-Йорка. Стоимость билетов на двоих составляет 1900 долларов. И второй вариант. На самолёте из Душанбе 2 часа в Алматы, 7 часов в транзите, из Алматы 5 часов в Стамбул. В Стамбуле гуляем 5 дней, садимся на самолёт 2 часа до Египта, в Каире гуляем 23 часа, и снова самолёт, но уже до Нью-Йорка. Лететь 12 часов. Стоимость такого маршрута на двоих полторы тысячи долларов. Напишите в комментариях, а какой бы вы выбрали маршрут. Мы же выбрали второй. Ну что, виза в паспорте есть, билеты на руках, но когда у тебя такой сложный маршрут, по дороге произойти может что угодно. Задержка или перенос рейса. Можно опоздать на самолёт, и всё нахрен поломается. Но самый главный страх, что после всего пережитого мы тупо не пройдём границу США. Вот докопаются они до моей афганской визы, или иранской, и развернут без объяснения причин. Ну а мы пакуем чемоданы, надеемся на лучшее, и выезжаем в аэропорт Душанбе. Душанбе аэропорт Интернешнл. Терминал 1. Малежа, как настроение? Путешенчественское. Прошли регистрацию, сдали багаж, я купил себе пивка на дорожку, и мы полетели. Наше путешествие в Америку началось. Прилетели мы в Алматы. Сейчас мы находимся в транзитной зоне. У нас в планах было здесь поспать где-нибудь на полу, на вот этом коврике. Что-то тут как-то вообще, как будто бы нет места даже, потому что поспать надо, у нас ещё 5 часов сидеть, или 6 даже. Мы наблюдали, как работает система безопасности аэропорта, так как кто-то оставил здесь свой рюкзак. Пришло много полиции, собака, которая, ну, нюхает. И всё, слава богу, закончилось хорошо, это просто кто-то забыл свой рюкзак, никакого там теракта и не намечалось. А мы тем временем урвали самые блатные места в зале. Офигенные стулья, на которых можно спать. Мы поспали, поели макарон с курицей и грибами, опять поспали и сели в 5-часовой самолёт до Стамбула. Самолёт, кстати, новенький, такой прикольный, с виду экранчики какие-то. В общем, всё класс, подсветочки. Здесь каждому человеку выдают такие конверты, кстати, сделанные из пробки. Очень прикольно. Давай посмотрим, что там внутри. Маска есть, зубная щетка, ручка и тапки. Первый раз вижу такие технологии. Опа, свет погас. В самолёте нас кормили картофельными котлетами, омлетом с овощами. Фрукты, сырок, булочка. Поели и снова спали. Ну вот мы и в Стамбуле приехали. Нас встретил мой друг Эльнур. Вы его уже могли видеть в ролике про уличную еду Стамбула, который я ещё снимал 2 года назад. Вот с тех пор мы ещё до сих пор общаемся. Манижа в предвкушении посмотреть на Стамбул. Мы сейчас поедем в центр. Манижа прям у меня, прям такая вся красивая. Сделал операцию. Я не знаю, Манижа, ты светилась уже у меня в ролике с носом или нет? Я не помню. Ну вот она. Ну что за BTS? Ой, ой, ой. Ну всё. Чё, одеваемся? Манижа выходим. Нам долго-долго ехать ещё на метро. Покатаемся на пароме. Во время путешествий бывают ситуации, когда нужно долго ждать рейса или скучать в автобусе пару часов. Это то время, когда нечем заняться, но и спать тоже не хочется. Ну а недавно я открыл для себя приложение кинопоиска. И смотрю фильмы даже вне путешествий, на даче или в отпуске. Очень удобно, например, в поезде с планшетом или телефоном. Классно, что можно смотреть фильмы в любом месте. И сама библиотека огромная. Вы можете выбирать фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные шоу, всё, что угодно и где угодно. Вот недавно я пересмотрел Шрека, пока был на даче у друга. Представьте, компания друзей, свежий воздух, шашлыки и мультфильм, который всем нравится. Прекрасные выходные. Чтобы вам было ещё выгоднее и приятнее пользоваться кинопоиском вне дома, я даю вам промокод, указанный на вашем экране. Он даст 60 дней бесплатного использования кинопоиска для всех новых пользователей. Ссылка на его активацию и ссылка на сам кинопоиск будет в описании под этим видео. Переходите по ним и наслаждайтесь мировыми шедеврами в любом месте. Тан-та-та-та-тан. Нет, нахуй нет. Манижа первый раз в Стамбуле, никогда до этого не была. Она постоянно гуляет, смотрит, говорит, очень много персонажей из фильмов тут, да, повсюду. Ну как персонажи, просто они похожи. Ну люди похожи, как кино. Немного поблуждали по городу и зашли в такое заведение. Манижа читала в интернете, что здесь менюшки прям меняют, знаете, приносят тебе с одним меню, а потом ты говоришь, а что так дорого, они показывают тебе другое меню совсем. Мы заказали себе по супу чечевичному. Вот буквально соседям кафе, она стоит 70, тут 40 уже. И картошечку фри, как бы и всё. Вот такой чечевичный супчик с куском лимона. Тут многие вещи подают с лимоном. Сейчас мы пришли на паром, прокатимся на пароме. Манижа первый раз на пароме плавает большом, я только об этом узнал. Она очень удивилась, когда заработали моторы. Морской воздух, свежий, ветерочек такой, да, вообще классно. Стоит 12 лир на человека. И прикол в том, что можно кататься туда-сюда, сколько захочешь. Вот тебя никто не выгонит. Мы сейчас вот доедем, получается, до конца. Не выходя с парома, через буквально 5 минут мы возвращаемся обратно. Напоминаю, что в Стамбуле нам предстояло провести 5 дней. Мы гуляли по городу, фотографировались, пили кофе. А пьем мы его, как правило, один на двоих. Так как мне многое нельзя, а Манижа многое и не выпьет. Так ты размешай, ты сироп выпила? У Манижи внизу сироп, она вот сейчас выпила и говорит, какой сладкий. Ну я заказывала, что готовый. Взяли какой-то модный десерт. Блин, такой очень дорогой падла. Но мы повелись и купили. На вкус, знаете, как некачественный чизкейк. Сделан будто из творога с шоколадом. 5 дней в Стамбуле пролетели вообще незаметно. Мы сходили на море, я только сейчас понял, что весь выпуск состоит из того, что мы едим, едим и едим. А это, знакомьтесь, наш турецкий завтрак. Тут, мне кажется, есть вообще все. Кстати, это было утро последнего дня. А уже вечером перед вылетом, как вы думаете, что мы делали? Эльнур, привет. Привет. Давай с тобой поздороваемся, вот как будто бы мы с тобой не виделись никогда. Никогда? Эльнур нас тут привел на пикничок. Целая гора мяса. Турецкий чуковтеп. В этот раз безумно понравилась эта штука. Это, если что, булгур с томатной пастой и перцем. У нас тут такие ребята. В Турции очень много котиков, смотрите. Они просто тут сторожат. Вот так пошел. Помимо симпатичных котиков, здесь также присутствуют вот такие огромные псы. Блин, он просто... Берешь такая томатная штучка, закидываешь суды, салатика. Вот так, все это дело заворачиваем и кушаем. Это очень, очень остро. Сейчас будешь чай пить много. Нормально? Салат шли больше. Нравится, Маниш, тебе здесь? Ну, относительно, да, нравится. Хочешь дальше лететь? Очень хочу. Египет? Египет. Пирамиды. Как ты показал? Пирамиды. Пирамиды прям, да? Пока собачки. Красивые. Ильнур, мы уже с тобой здоровались, знакомились. Мой хороший друг живет в Стамбуле. Сколько ты уже живешь в Стамбуле, расскажи-ка нам. Бал, сейчас 7 метров, уже 7 года. Ты будешь как-то его получать, паспорт? Не буду, наверное, не получу. Узбекский паспорт и турецкий паспорт одинаковый сейчас. Как тебе в Турции нравится? Устал уже, все бесит меня. Что бесит конкретно, интересно людям? Последние годы уже каждый день все дорого. Каждый днем дороже, 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 дороже. Например, 2 года назад 100 долларов 700 лир был, а сейчас 2 600 лир. Например, бензин был 5 лир, а сейчас 33 лир. На самом деле, Ильнур сыграл в моей жизни, наверное, ключевую роль, потому что это именно он мне посоветовал тогда поехать в Узбекистан. Он мне показывал видео, смотрите, сколько они набирают там эти просмотры. Поедешь, там вообще все будет шикарно. Ну, собственно говоря, так и получилось. Узбекистан, потом у меня Афганистан, Таджикистан. Я познакомился с Манижей. То есть, благодаря Ильнуру, его совету поехать, у меня все вот так вот сложилось. Прямо, знаете, такой ключевой человек в жизни. Ильнур, спасибо тебе еще раз за гостеприимство. А мы с Манижей собрали вещи и поехали в аэропорт на метро. 65 километров с четырьмя пересадками. Получили билетики наши до Каира и до Нью-Йорка. Никаких вопросов не было, никаких проблем. Уже, знаете, прямо на билете написано Нью-Йорк. И такой, о, это что, правда, что ли? Вылет у нас через два часа. Мы пока тут, как всегда, бродим, ходим. Смотрим, что тут можно купить. Но мы, как правило, ничего никогда не покупаем. О, нифига, магазин лего целый. Интересно, есть тысячелетний сокол? О, боже! Он есть. Смотрите, какая толщины коробка. Смотрите. Вот такая вот, короче, Тимага. Это один из самых больших конструкторов лего. Ну, вот такая вот, коробочинская. Офигеть. Маниш, ты поняла намек? Маниш? Маниш? Где? Маниша не поняла намек. На 890 евро. Маниша. Одновременно спит и ест. А вы вообще знали, какие цены в аэропорту Стамбула? Чтоб вы понимали, вот эту булочку Маниша ест. Покажи. Это Симит. Я не знаю, в магазинах она стоит 5 лир, 15 рублей, да? Здесь, в аэропорту, она стоит 150 рублей. А вот этот круассан, говорить, Маниш, или неприлично? Да нет, нормально. Нормально? Маниш, 500 рублей. 500 рублей, ребят, за круассан с шоколадом. Вы скажете, наверное, да ты что, охренел? Такие круассаны дорогие есть. А прикол в том, что у нас остались снятые деньги. А мы подумали, ну купим на них еды, да, какой-то. И не стали их обменивать. Потому что если ты обменяешь эти деньги в аэропорту, то ты, короче, на ноль и все обменяешь. Ты просто отдашь деньги. Такси. Ой, женщина. здрасте вот встретил нас человек прям с табличкой константин ткачев эти помогают мне с нашим чемоданом очень удобно скажи потому что сим-карты не надо покупать никакой во вторых деньги там да как-то думать как доехать очень удобно скажи сейчас возможно задаетесь вопросом кто это вообще нас встречает а это мои старые и очень хорошие друзья из египта после перелета в новую страну сама то не думать о снятии денег такси сим-картах а просто сесть машину и поехать в свой отель у нас была прохладная вода кондиционер интернет в общем все блага человеческие помните мои прошлые ролики про египет про город мусорщиков и огромное кладбище тогда я обзвонил местных гидов и одни отказывались меня вести а другие начали заваливать ненужными мне услугами тупо хотели содрать денег я им говорю хочу на кладбище они мне в общем единственное кому я могу доверять в египте кто понимает своего клиента на все сто процентов это надежда курганская и ее туркомпания если вы хотите индивидуальную экскурсию в александрии каире луксоре и других городах в описании я оставлю контакты для связи с надеждой у вас будет первоклассный гид с высшим образованием ну и чтобы вы не подумали что это купленная реклама а моя личная рекомендация просто посмотрите эти видео и сами во всем убедитесь а еще вы можете отправиться в круиз по красному морю или попасть в мекку и совершить паломничество в каабе а сейчас вы увидите лицо человека впервые увидевшего пирамиды вживую мекку и мы с как тебе завтрак вообще 5 вид на бабушек мы мне кажется весь это видео живем до постоянно просто обзор еды микрос один сплошной у меня от огурчики сосисочки хумус картошечка овощи в общем я все прекрасно у маниже ну такое мы сняли отель на одни сутки с потрясающим видом на пирамиды как вы и сами заметили куда и был включен завтрак но про наш номер мы поговорим чуть позже мы поспали два часа и отправились смотреть пирамиды первым кого вы скорее всего встретите на территории это с виду какой-то важный мужик который требует ваш билет вы думаете ну это какой-то контролер но нет это обычный гид который хочет стрясти с вас бабло так что никогда никому не давайте свой билет вы студенты я сейчас помогу но у них появилась новая фишка они короче сейчас они берут наличку только можно оплатить карты так что ребята если у вас наличка вы не сможете сюда попасть как-то красиво на звене ухожу такая невероятно просто и слова мне писать жарко дна жарко на улице просто обжигающая жара купил я себе вот такую аэрофатку потому что у меня вообще никак не спрятаться от солнца короче 3 доллара стоит она удивление особо не разводили мы тут поисках тенечка хочется вообще день посидеть отдохнуть пока забрались сюда очень жарко да ты с ума сошла что-ли очень жарко я не будет теплового удара я обливаюсь а вот я как президент отжикистан ты наснимаешь это надо подумать я чувствовать момент ничто так четко и ясно не выражает мысль как старый добрый русский мать вот еще один способ развести туриста видят когда видят когда тебе неправильно завязана рафатка они тебе помогают начинают подвязать потом с тобой сфотографироваться потом то все потом деньги уже начинают просить но это как всегда это чисто такая стандартная у них схема делаем очень рисковые моменты позади стрелять полицейские а я знаю то что здесь очень ограниченно можно двигаться по территории но там где нельзя двигаться по территории там есть интересные иероглифы вот я хочу показать маниже я не помню точно где-то вот они были где не помню смотри какой вид у ай блин может еще фотку сколько цивилизации исчезла исчезнет они будут такие такие штуки смотрите какие они глубочайшие и представь это все найти манишь выкопать сейчас мы так выйдем древние артефакты какие-то тут намного интереснее чем пирамид ва это прямо оттуда манижа испугалась местного намаза он здесь звучит так будто бы апокалипсис какой-то начался рассинхронно и то что поют вживую происходят такие вещи заказали салат из рукколы тут картошка я не знаю спагетти соусом альфредо курицей вкусного ниш вкусом я вам не рассказал как в этой гостинице стригут денежки с туристов у вас есть все включено то есть идет завтрак вы можете пить напитки кушать шведский стол я вам показал утром приносят свежий сок и кофе эспрессо приносит как бы да соответственно кажется что это все бесплатно потом он еще спрашивает у вас хотите ли вы попить капучино типа я приготовлю это бесплатно мы такие хорошо мы поели попили а в конце оказывается то что мы должны деньги за эспрессо вот какого хрена спрашивается значит капучино он готовит бесплатно а эспрессо которым нас даже не предупредили что на платное она оказывается платная за эспрессо ты платишь а за капучино не платишь я говорю но из в капучино же входит эспрессо почему он там бесплатно здесь короче ну вот такие у нас правило короче очень странно у них правило почему не спрашиваете а почему и капучино то не продают да то же самое как вот сейчас скажут а кукуруза у нас учебным сезон кукурузы и поэтому она отдельно стоит грит пирамид in он так вот поступаю а что будете здесь а будьте на чеку пол двенадцатого ночи мы сидим без света около часа назад его отрубили я не знаю насколько здесь это распространенная практика в прошлый раз я когда тут жил два года назад гизи такого не было что я хотел вам комнату показать такая у нас комната мы ниже ниже заболела у меня наверное от солнца да очень жарко очень жарко учу тут короче показывать не знаю кровать туалет ванна холодильник написано было в отеле что каждый номер с видом на пирамиды вот вид на пирамиды ну что можете поздравить манижу а у нее пошел озноб да как это морозит окутали и в рафатку кстати прикольная рафат когда теплая такая что-то сейчас чихнет нет манижа где-то в общем и заболела наверное там иммунитет где-то там подкачал у нас такой сейчас тяжелый перелет манижа болеет чего вот так вот выглядит в египте зеленый чай совсем как совсем как черный с мятой но это вообще по вкусу это похоже на черный чай с бергамотом чего будем ждать наш рейс будем мы загрузились наш самолет это окажется боинг тут у нас много всяческой короче утвари тут есть во первых плед во вторых есть подушка кому-то это очень интересно чехольчик кстати прикольный чехольчик да эта маска для сна и носки беруши ручка и зубная паста как ты себя чувствуешь вот скажи кости обо мне заботиться поэтому я вздоровлю за это время так устали вот мне сейчас спрашивали костя как там ощущение в нью-йорке тише вот я реально мечтал всю жизнь но мы так вымотались также рано с это вообще замучила все до перелеты что сейчас не то чтобы ты о нью-йорке думаешь это жесть 10 часов уже в самолете все болит вообще невозможно поясница нога затекла это 3 десяток осталось чуть-чуть будем есть во время полет особенно под конец нас постоянно трясло я безумно волнуюсь такие моменты особенно когда ты замечаешь как крыло самолета начало чернеть сначала было совсем чуть-чуть потом я сделал это фото а после крыло потемнело примерно так я запаниковал спросил у стюарда все ли в порядке с крылом он сказал не волноваться это нормально я до конца не понял но думаю что это сброс топливного шлака если кто знает напишите в комментариях что это такое все друзья мы прилетели осталось сам самое интересное пройти границу мы сидели к сожалению не у окна не получилось посмотреть на нью-йорк сверху как-то там вас заинтриговать а заинтригую я тем то что пройдем ли мы границу сша или нет вы узнаете в следующем ролике это жестоком они но все ребят вот такой большой ролик получился уже паспортный контроль на носу манешка удачи тебе